Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. В этом году, мне кажется, у всех выросли хорошие тыквы. Жаркое лето, у меня тоже выросли тыквы, но меня почему-то это не очень радует, потому что тыквы получились крупные и очень крупные. Вот эта тыква, не знаю даже, сможет ли дозреть, потому что, когда она завязалась, положила под нее обычный небольшой пластиковый ящик. Кто же знал, что она вырастет вот такой? В общем, она этот ящик либо вдавила в землю, либо этот ящик врос в тыкву снизу. И нижняя часть тыквы сейчас лежит на земле, что не очень хорошо для нее. Над тыквой натянула полок, чтобы дождь не заливал ее. Длина тыквы 60 см, диаметр 50 см. Сверху положила чайную ложку и спичечный коробок, для того, чтобы проще было представить ее размеры. Тыква выросла очень большой. В городскую квартиру ее, скорее всего, не повезу. Буду раздавать на даче. Но сегодня хочу рассказать о другой тыкве. Лунга ди Наполи. Мускатная тыква итальянской селекции. Плоды вытянутые, цилиндрической формы, зеленого цвета. Выращиваю эту тыкву не первый год, поэтому знаю, что мякоть ярко-оранжевого цвета. И этой мякоти много. Вот вся эта тыква, сплошная мякоть, только с одной стороны будет небольшая семенная камера. Чем мускатная тыква отличается от других? Тыкву условно можно разделить на три группы. Твердокорые, крупноплодные и мускатные. Мускатные чаще всего удлиненные, считаются самыми вкусными и полезными. Имеют сладкий, насыщенный вкус и яркий мускатный аромат. Кстати, тыква единственный крупный овощ, который при хранении не ухудшает своих качеств, а улучшает, становится слаще и накапливает каротин. Как долго хранится тыква, зависит от сорта и от ее размера. Лучше всего хранятся тыквы крупноплодные, полгода и более. Твердокорые тыквы хранятся 3-4 месяца, при этом их мякоть усыхает, а кора становится плотнее. И хуже всего лежат мускатные тыквы. Они самые сладкие, нежные. И корка у них тонкая. Всего месяц-полтора, но два месяца от силы. Хотя на упаковке с семенами написано, что тыква лунгодинаполи хорошо хранится. И еще одна мускатная тыква мраморная. Эта тыква очень сладкая на вкус. В ней много семечек, тоже пригодных в пищу, не менее полезных, чем сама тыква. Производитель утверждает, что мраморная тыква – это эталон столовых тыкв. Самые вкусные из известных, в сыром виде лучше моркови, содержат сахара 11-12%, далеко не в каждом арбузе столько. Мраморная ценится за стабильные урожаи. Они могут лежать около года, не теряя своих потребительских качеств. Так, по крайней мере, утверждает производитель. Мне это проверить не удавалось. И чтобы тыква долго хранилась, она должна быть вызревшей и без повреждений. Если осенью тыкву много поливали, ее корка может не огрубить. И в дальнейшем такая тыква не будет долго храниться. Такая же ситуация может возникнуть, если тыкву перекармливали. Я свои тыквы подкармливала только в самом начале. И еще тыкву нужно правильно срезать. Как это делать? Рекомендуется оставить Т-образный кусок стебля. Так удобнее тыкву переносить. Если тыква крупная, то за стебель держать нельзя. Оборвется. И тыква лучше хранится, если у нее оставить кусок этого стебля неповрежденным. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует...